Основные труды Великой Петруной представлены основательницей Международного Теософского общества Кругнейших философ 19-го столетия Парабраман — единая реальность, абсолют, есть область абсолютного сознания Аспектом абсолюта парабрамана являются телесознание и материя, составляющие основу обусловленного бытья Как предкосмическое мысльное слово есть корень каждого индивидуального сознания Так и предкосмическая субстанция является субстратом материи в различных статях ее деференциации В сознании есть космическое семя сверхкосмического всезнания Оно обладает потенциальностью развиваться в божественное сознание Независимо от космической субстанции, космическая мысль-основа не могла бы проявиться как индивидуальное сознание Ибо сознание развивается как «я» есть «мья» только через проводник упадки Все в этой Вселенной, во всех ее царствах, все обладает сознанием То есть одарено сознанием Нет такой вещи, как мертвая или слепая материя Ибо не существует любого и бессознательного закона Необходимо также отметить, что космическое представление не существует во время периода пролая Мозг-проводник ума Как и сознание, так и сознание Его способность на высшем плане Должны быть совершенно отличными от этого, чем они являются здесь Они ближе к абсолютному всему И, следовательно, должны быть представлены субстанции значительно более однородной Или совершенно не поддаются нашему интеллектуальному восприятию На высшем плане Махат — великий манвантарный принцип разума Действует как мозг, посредством которого Вселенный и Вечный разум излучает ахи Которые представляют и возникающие в результате этого сознание Или способность к формированию и восприятию идей По мере того, как тень этого первичного треугольника опускается все ниже и ниже Проходит нижележащие планы Эта способность с каждым этапом становится все более материальной Сознание продолжает существовать и после смерти И что именно тогда оно становится истинным Раскрепощается Ведь эго обретает свободу, когда оно больше не обременно земной материи Практическое сознание подразделяется на семь главов А не еще на семь, что в целом составляет 49 Впечатление одновременно может воспринять и запечатлеть человек в своем сознании до 49 одновременно Аккультизм учит, что сознание всегда воспринимает семикратное впечатление и хранит его в памяти Нижший план прокрытия подразделяется на семь Атмический, бутхический, манас, камаманас, пранический, астральный, объективный Существует три состояния сознания Бодрствующие дремоты глубокого сна Эти три состояния во время йоги ведут к четвертому В состоянии высшей духовной созерцательности Память приобретается на эту жизнь и может быть расширена Впечатления в любом случае хранятся в памяти Он воспринимается и накапливает всякого рода явления механически и бессознательно И бросит их в память в качестве бессознательных восприятий Если внимание сильно сосредоточено на чем-нибудь Чувствительное восприятие какого-то нанесенного повреждения в это время не ощущается Но позднее страдание входит в сознание Впечатления сколадываются в мозговом уме по порядку Состояние сознания никогда не может быть в точности воспроизведено То, что коснется сущности родственно с ней Как и благородное деяние бессмертно И вместе с ней идут и девочам Образуя неделимую часть биографии личности, которая разлагается Возвышенная эмоция проносится через семь стадий И касается эго того ума, который наигрывает свои мелодии в клетках ума Мы можем анализировать работу сознания и описывать ее Но мы не можем определить сознание, если мы не примем существование объекта Сознание, которое является только животным сознанием Слагается из сознания всех клеточек тела, за исключением клеточек сердца В сердце есть центр духовного сознания А мозг — центр интеллектуального Но это сознание человек направлять не может Ровно как и не может управлять этой энергией Пока не будет воедино с Будхи Маунасом Жизненный цикл, или точнее цикл сознательной жизни Начинается с разделения смертного человека Животного человека на два пола И кончится завершением последнего поколения В седьмом круге, в седьмой расе человечества Учитывая, что мы находимся теперь в четвертом круге Д и пятой расе Продолжительность этого периода легче представить, чем выразить И схемку нам представил эволюция сознания Баканов Владимир Анатольевич Очень показательная Где указаны круг Д и пятая раса Владимир Анатольевич также в своем докладе Его цитата взята В теософии есть такое понятие как чик Которое определяется как чистое сознание Высшая природа нашего сознания — это Атма Будхи А Маунас — это принцип Который выявляет свойства Манады Свойства Атма Будхи Но на самом деле Атма Будхи находится в поле мирового разума А также таким образом монастический аспект главенствует Он предшествует формированию Атма Будхи Человек совершает свое восхождение сознания по семи ступенях Антах Корану Как уже говорилось Планы странного света На Калачатре это соответствует созвестии Деда Сейчас перейдем ко второй половине доклада В области исследования развития человеческого сознания Велились русские ученые Сеченов, Павлов, Бехтерев, Ведзинский, Ухтомский и многим другим Наблюдения, опыты, эксперименты и их научных изысканий Вели в основу научных трудов Ознакомившись с которыми Мы можем сегодня изучать феномен человеческого сознания Для дальнейшего развития и совершенствования Анухин Константин Владимирович Мейробиолог-профессор Сознание — это свойство высокоорганизованной Движущей материи Обращаю внимание, что красными птичками указано На созвучии с тесусским понятием Сознание — это природный феномен Не нарушающий никаких физических законов Сознание не могло возникнуть каким-то чудом Моментальной вспышкой Неожиданным всплеском Должен был быть длительный процесс Использующий, возможно, очень простой алгоритм Но накапливающий результаты этого сознания Сознание есть процесс, протекающий в мозге Инструмент мозга — это активность нервных клеток Организованных определенным образом Но не находится вне мозга Оно не находится между нами И, можно, оно находится в космосе Это цитата ученых наших Исследуем не вещь, не результат А именно нервный процесс Который является сегодня одним из основных принципов Исследования сознания Заглядывая сегодня в работу головного мозга Мы получаем новыми методами изучения мозга человека И доступ к субъективному опыту Доступ к пониманию того Когда он присутствует Когда он не присутствует Когда мозг работает Какие структуры мозга работают В какой последовательности И когда этот субъективный опыт возникает Интересный момент Что есть и разработаны специальные тесты Которые по реакции мозга Энцефалограммы могут сказать Есть ли сознательная реакция в мозге или нет Если очень упрощать То этот тест построен на том Чтобы зарегистрировать удивление в мозге Реакцию на неожиданную На неожиданность На новизну В этот момент возникает определенная реакция Когда связана именно с пробуждением сознания Реакцией Современные исследователи связывают четко С осознанием этого процесса И оказалось, что у детей Эта реакция тоже есть И даже у очень маленьких Оказалось, что эта реакция Просто-напросто она медленнее В 5-10 раз медленнее У взрослых это наступает За 150 миллисекунд Или 300 миллисекунд То удалось зарегистрировать у младенца Которому что-то показывают Показывают А потом только определенные этапы Он уже удивляется То есть это проходит полторы секунды Определенная активность В диапазоне гамма-волн От 20 до 70 лет Возникает у людей При восприятии зрительного сигнала Определенные структурных мозга О структурах мозга Связанных со зрением Спектрными областями Происходит это в районе 400 миллисекунд На первых этапах длительности 96-180 миллисекунд Активность мозга И областей в которых Она наблюдается У испытуемых Осознающих и неосознающих Практически не различается Только начиная с 300 И более всего с 400-500 миллисекунд Момент сознания Проявляет себя особым образом В активности головного мозга Это очень важное заключение Которое видно на разных этапах И методах исследования В мозге человека Около 70 миллиардов клеток Каждая клетка Имеет около 10 тысяч контактов Это сотни триллионов связей И огромное количество степеней свободы Тем не менее мы знаем Что считанные миллисекунды Это гиперастрономическое количество Степеней свободы За 200 миллисекунд Редуцируется до конкретного Четкого определенного Сознательного состояния Никаких современных Вычислительных машин Или машин будущего Как искусственный интеллект Например Перебирающие разные базы данных Не способны к этому Мозг работает по-другому Еще вот Константин Владимирович Приводит разъяснение слова Мир Видите, как интересно Мозг М соединяет и разум Мозг и разум Мозг и разум, да Мир, что значит Существует, он продолжает Существуют этажи сознания Представляете, этажи Первое и вторичное сознание Первичное не связано С символическим мышлением С использованием языка А второе связано И требует вербанного сознания Эмоции Рассматриваются Сегодня в литературе По сознанию Как часть Субъективного опыта То есть Тоже относятся Но к низкому уровню сознания Сознание Одна из Лишек Тай, стоящей Перед наукой Константин Владимирович Предлагает Гиперсетевую теорию мозга Которая ставит задачу Ее разгадки Она начинается с того Что он описывает мозг Как нейтройную гиперсеть Нейронную гиперсеть Высокоуровневую структуру Обычно известную Вот именем разум Процессы, протекающие В данной структуре И есть психические процессы Обращаю внимание На схему Геометрическая фигура Она напоминает Треугольник Да? Вот Три упала в четыре вниз Посмотрите На сколько уровней Четыре уровня Вот наша Миша Четверица В гиперсетевой теории мозга Сознание Дано важное понимание того Как появилось сознание Сознание и разум Появилось в процессе эволюции Системы состоящих из трех компонентов Набора функциональных систем Сети, связи и распространения Информации между ними И долговременной памятью Важны все три А потому у растений У растений Подчеркиваю Психологические процессы В которых сегодня Начинают исследоваться Но у них нет У этой сети И поэтому Может быть Все устроено Несколько иначе Дана потрясающая модель Нейрон Квалон Аперон Холон Когнитон Которые Связывают Биологические Процессы Мозга Психологическими Процессами И субъективными Переживаниями И полностью Гиперсетевая Теура мозга Его представлена Схематично И она тоже Мне Напоминает Нашу Калачакру И то же самое Снисхождение И восхождение Значит Александров Доктор психологических Наук Его понимание Сознание Это широкий набор Разных процессов И не что-то одно Определенное Потому что изучение Сознания Как единого Феномена Невозможно Сознание Это процесс Слечения Прогноза И реализации Действий Эмоции Эмоции Воспринимают Низкие Частоты Дают Дают вам Наркоз Оно Блокируется Нейронное Сознание Просто Тело И душа Не являются Думя Разными Вещами А являются Различными Аспектами Описания Одной И той же Вещи Когда Формируется Новая Система Сознания Более Дифференцированная Более Сложна Более Изощренно То предыдущие Никуда Не деваются А они Насваиваются Как Своенный Пирог И наше Развитие Это Увеличение Этих Слоев Пирога Сознание И мозг Вариант Системного Решения Это ему Тоже Представлена Схемка То есть Он показывает Синим Это Старые Слои И новые Слои Черниговская Татьяна Владимировна Профессор Сознание Это Ветер Потому Что Сознание Самого Никто Никогда Не видел И никогда Не увидит Мы можем Видеть Только следы Его проявления Если перед нами Будет лежать Древнейший Папирус И не будет Человека Который Умеет Его прочесть То это Никакая Не информация Это Просто Физический Ответ У мозги Есть Хранилище Две С половиной Бетабайт Это Примерно Три Миллиона Часов Сериала Как Тренировать Мозг Мой Ответ Она говорит Мозг Должен Тяжело Работать Тяжело Это ключевое Слово Мозгу Должно Быть Трудно Загружаемся Трудно Загружаемся Вы Не устали Да Дубровский Сознание Тоже Профессор Психолог Философ Сознание Обладает Специфическим Неотъемлемым Качеством От субъективной Реальности Которой Персональной Это Может быть Неопределенное Существование Человека И именно Потому Оно Является Камнем Преткновения Трудная Проблема Сознания Звучит Так Если Сознание Не имеет Физических Свойств То Как Оно Может Каузально Воздействовать На Физическую Реальность Также Немножко Хотелось Отметить Далай Будда Который На протяжении 30 лет Проводит Исследования Сознания Сознания Учеными И последние Два года Он уже Приглашает Советских Ученых Это Конечно Очень Приятно Этноблок Она изучает Мышление Животных Очень Удивительно Много Открытий По поводу Животных Исследователи Ученые Живут Вместе С Высшими Приматами И Научили Их Общению Разговорной Речи До двух С половиной Лет До уровня Ребенка До двух С половиной Лет Могут Научить Этим Словам Они Они Вполне Могут Понимать Следующая Представлена Диаграмма Круговая Подразделяется На 10 Секторов Основных Показателей Которые Позволяют Объективно Оценивать Разницу Между Психической С левой Стороны Человекообразной Обезьяной И низшими То есть Красным Цветом Это выделено То что Не могут Они Воспринимать Было много Проведено Опытов Птички Это Такой опыт Был проведен Дана была Кормушка И потом Эту кормушку Прятали И вот Как Могли Рыбы Бептилии Птицы Млекопитающие Включая Даже Дельфина Вот Заметили Дельфины Больше всего Могли Определить Но Здесь Не указано Что Замечено Что Именно Домашние Животные Вот Если Здесь Коты Собаки Могли Реагировать А у Домашних Животных К сожалению Не Развиты Эти Способности То есть Они Так Как А на первом месте Кто стоит Тот Кто На первом месте Это Я смотрел Эту передачу Могу сказать Ворона 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 тоже Конечно Самый Собрали Именно Урала Врия По Узнаванию Проводили Опыт Приклеивали Шимпанзе Пластыром Когда Она Спала Такую Наклеечку И потом В течение Дня Она Не Замечала А потом Когда Зеркало Ей Поднес Она Читала Узнавать И вот Следующая Табличка Показывает Какие Узнавали И на сколько Процентов То есть Мышление Значит Выводы У Елены Петровны Это Высказывание Владимира У Елены Петровны Было Планетарное Сознание Овладеть Таким Уровнем Сознания Необходим Современному Человечеству Чтобы Войти В новую Эпоху Без войн И революции Эпоху Процветания Эпоху Созидательного Сознания Основной Вывод Что Современная Наука Базируется На философии Это Очень Важно Современная Наука Достигла Потрясающих Успехов За последние 5 лет 70% Достижений По сравнению С предыдущими Годами То есть Если Советские Ученые Занимаются Исследованием Сознания И мышления 150 лет То вот Из этих 150 лет Последние 5 лет Это 70% Потому что Это Конечно За что Спасибо 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 Спасибо